Заберите солдат и тела обратно в Россию. Такую акцию провели активисты в Питере в начале марта. Они сожгли чучело-солдата с мешком на голове на льду Малой Невы. На нем было написано «Заберите». Все бы ничего, но один из подозреваемых уже сидит в СИЗО. Уголовное дело завели на студентку Соню Семенову. Ее квартиру обыскали, после чего Соня покинула Россию. «Мне пришлось уехать из России в связи с моим уголовным преследованием за антивоенную акцию – сажение на масленицу чучела в военной форме. Сейчас я в безопасности в другой стране, но вернуться обратно я смогу только когда закончится режим. Мое дело закроют и меня реабилитируют». Сажают в тюрьму, обыскивают квартиры, приносят похоронные венки под двери, задерживают за пикеты и разрисовывают зетками двери. Так наказывают в России студентов-активистов за антивоенную позицию. И даже отчисляют из вузов за лайки под постами о критике руководства вуза. «Авторитарная страна – это такая система, это такая модель, где права каждого человека ничего не значат, где власть контролируется полностью руководящей партией, она же все меры жизни». 22-летнему студенту МГУ Дмитрию Иванову тоже испортили дверь. Неизвестные написали белой краской, не предавая родину, и нанесли букву «З». С начала войны в своем телеграм-канале Дмитрий открыто пишет о войне в Украине. 28 апреля Иванова задержали у здания университета. Его арестовали на 10 суток. Якобы за посты в анонимных телеграм-каналах. «Можно совершенно формально меня арестовать несколько раз по 30 суток, но это будет неприятно. Будет неприятно, но не так страшно, как война, поэтому я к этому морально готов». Еще одна студентка журфака МГУ Ольга Мисик более известна как «девочка с Конституцией». Она публично читала основной закон России сотрудникам полиции. «Попроводить собрания, митрии, демонстрации, происшествия и публицирования». В интервью журналистам студенческого журнала «Доха» Ольга призналась, что выступает против войны, потому что иначе не может. И считает, что делает лучшее, что можно сделать для России. Если раньше российские активисты выходили на антивоенные митинги, то сейчас больше работают на информационном фронте. «Не хочу наговорить себе на новую статью, поэтому лучше напомню, что наиболее эффективны сейчас две вещи – просвещение и огласка, а также волонтерские организации. Для первого даже не обязательно нужны листовки, стикеры или каналы с большой аудиторией. Достаточно на бытовом уровне говорить с родителями, коллегами, соседями, рассказывать им о происходящем и стараться переубедить. Это то немногое, что способен сделать каждый, и таким маленьким активизмом нельзя пренебрегать». Во многих вузах открыто запрещают высказываться о войне в Украине. Проводят пропагандистские лекции и опросы, заставляют участвовать во флешмобах. «Россия! Вперед! Россия! Вперед!» Студенты Казанского института культуры поддержали спецоперацию в Украине. «Международная система мира и правопорядка не способна сейчас никаким образом помочь этому меньшинству. А здесь мы говорим все же о меньшинстве, которое пытается подать свой голос против войны. К сожалению, большинство россиян войну поддерживают и поддерживают политику властей. Поэтому будут в будущем нести историческую ответственность за все, что происходит сейчас в Украине». В России много чего замечательного, но плохое сидит в Кремле, говорят студенты с антивоенной позицией. Они уверены, что скоро власть в стране поменяется, и они лишь ускоряют этот процесс своими действиями. Виктория Синько. Специально для информационного марафона «Фридом» телеканала Юэй.